здравствуйте дорогие друзья у меня сегодня повторная прогулка по загребу сегодня рабочий день и я здесь самый разгар рабочего дня так что на этих старинных улочках вот такие дома посмотреть вообще сегодня никого нету и можно наслаждаться тишиной спокойствие не шума не крик и все у меня есть полтора часа времени просто хочется увидеть это запечатлеть в памяти что да вот я здесь был я это видел старый город в целом загреб меня не впечатляет кругом граффити посмотрите даже в старом городе нет почти здание на котором намалевали вот этот вот это безобразие загреб тоже весь размалеван кроме того очень много неухоженных зданий где обрушается штукатурка очень странно что такие странные трубы я думаю от канализации от вроде водостоп да так странно все необычно в целом современный загреб он но не идет ни в какое сравнение с нашими городами то есть его просто не нужно сравнивать это разные категории его не нужно сравнить ни с москвой не санкт-петербургом он лучше чем софия софи это вообще дыра я даже не могу сказать что софи это деревня вот именно дыра там под ногами действительно есть открытые люки без крыс дырки так что это дыра вот а загреб чуть-чуть получше но опять-таки повторяюсь современный загреб меня вообще не впечатляет ребята на куда машины а старинный загреб которому я сейчас прохожу повторно очень красивый на как любой ну наверное как любое место притяжения туристов наверное она привлекательна до как москве например какой-нибудь камергерский переулок или гончарная слобода так и здесь почему я сегодня поехал в загреб самостоятельно во-первых чтобы не быть никому привязанным хотел сделать повторную прогулку во вторых у меня к сожалению там по своей глупости я не могу использовать свою банковскую карту и приехал сюда хотел разменять меня наличность была болгарская хотел болгарские лево разменять на евро вот не нашел ни одного обменника но потом воспользовался банкоматом то есть я могу карту свою использовать чтобы деньги получить банкомате а платежи не могу проводить через нее потому что забыл там специальность пин-код защитный есть я его забыл записать ну и поехал сегодня самостоятельно в загреб ребята мне очень нравится самостоятельное путешествие никому не привязан никакому гидом никто тебя не таскает куда хочешь туда идешь хочешь идешь налево хочешь идешь направо допустим никто ничего не объясняет на все это можно найти в интернете в конце концов можно что-то увидеть своими глазами а потом прочитать в интернете то что увидел сейчас уже те времена прошли когда нужно было покупать какие-то брошюры бумажные чтобы там что-то выискивать карту не нужно покупать карту у нас сейчас у каждого в телефоне забита и так что я очень рад тому что я здесь оказался то что я увидел ну и также рад той возможности что смог с вами поделиться своими впечатлениями спасибо за внимание я вот у этого домика скоро крыша брушится до ну вот видите у хозяев нет денег поддерживать здание когда она рухнет интересно что с ним сделает черепичные крыши они не такие как болгарии в болгарии черепица совсем другая она такая толстая как кирпич а здесь такая аккуратненькая тоненькая то есть не такая тяжелая не такая большая нагрузка если с технической точки зрения посмотреть на этот вопрос не такая большая нагрузка ложится на стропила крыши и в целом можно конструкцию сделать более легкую меньше денег потратить а в болгарии крыши ездали выглядит также красный но вблизи там совсем по-другому вы думаете что я куда-то ушел далеко-далеко в горы нет он видите машина ходит я только сошел на пять шагов в сторону и вот это тоже тоже загреб это тоже загреб такое место не знаю какая-то здесь дорожка набитые стекла лежит мусор и это буквально в пяти шагах вот от той туристической улице которой я только что шел вот ребята это тоже загреб и как бы вам не хотелось восхищаться только красивым но красивые безобразные абсолютно соседствуют находятся рядом друг с другом вот посмотрите вот он этот туристический загреб видите ли я люблю снимать все как есть у меня нет никакой цели или завлечь вас или наоборот что-то охамить испортить ощущения впечатления у меня просто есть желание передать то что я вижу вокруг себя вот посмотрите вот здесь вот его за деревьями не видно я только что прошел роскошный отель вот еще раз вот этот вот отель напротив которого вот это вот находится туалетная улица судя по фасаду этого здания отель очень роскошный вот смотрите центр каптол вот этот центр богатые люди сидят наслаждаются жизнью пьют кофе может быть заказывает скориде креветки по нашему а вот здесь вот вот за этими елками находится городской туалет не санкционированный вот так вот два мира теперь хотел бы сказать несколько заключительных слов целом о хорватии так или иначе я бывал во многих балканских странах какие-то страны я проезжал например румынию проехал вот сейчас путешествие из софии в загреб проехал на автобусе всю сербию в хорватии вот сейчас уже четвертый день по моему да нахожусь много лет живу в болгарии эти страны очень похожи они относятся к одной и той же климатической географической зоне например если вам закрыть глаза и десантировать в одной из этих стран ну за исключением румынии там немножко другое румыния это в основном такая бесконечная бесконечных почти песчаная пустыня и где-то на горизонте там если вы едете на юг то с правой стороны на горизонте видны карпатские горы а если вас десантировать в одной из более южных стран где-нибудь вот болгарии хорватии серби если вам сказать откройте глаза скажите мне в какой стране вы находитесь вы не сможете отличить по по внешним признакам где вы находитесь везде одно и то же но единственное что в хорватии так как это уже католическая страна здесь есть некоторые различия такого рукотворно плана немножко другие дома очень по-другому выглядит церкви совсем по-другому католические церкви выгиб в отличие от православных сербских и болгарских в целом то что когда едешь на автобусе она примерно примерно одинаково горы огромные эстакады через провалы на огромных таких сваях столбах основаниях стоят эти эстакады я своем недавнешнем видео показывал такую 1 100 эстакаду которая находится недалеко отправиться вот ну что знаете что именно могу сказать по хорватии мы когда поехали из загреба к морю он там примерно я не знаю сколько там 250 километров в общем здесь все дороги платные останавливаешься кпп достаешь билетик едешь по платной дороге а потом когда с ней съезжаешь с нее другой кпп вставляешь этот билетик они тебе считывают сумму которую накрутили тебе за километры по этому платному участку дороги и вот я могу сказать что мы пока туда и обратно доехали на каждом кпп 6 евро 10 евро 11 евро и туда-сюда мы израсходовали наверное ну 40 евро это точно мы израсходовали болгарию например таких платных дорог нету там проезд свободный только нас надо на стекло такую как это у них называется виньетка налепить такую бумажку дорожный налог в пределах города можно ездить без виньетки а если между городами даже совсем маленькие уже нужно виньетка но платных дорог нету а здесь это просто вот нужно разоряться чтобы да действительно куда-то из одного города доехать в другой город везде нужно платить денежки целом я могу сказать что внешне хорватии выглядит очень красиво если присматриваться к деталям почти такая же помойка как и болгария я вам высказал свое мнение я подтвердил свое мнение видео материалом вы знаете я не говорю просто так я не высказываю свои эмоциональные мысли я пытаюсь быть объективным каменные врата место молитвы и мира да на нескольких языках место место молитве и мира забра ньюисе крозова врата кулима пролазите яшите и благо терате в общем что-то запрещается тоже ну давайте я покажу вам аккуратненько и эти ворота потому что я знаю я уже видел что здесь сидят люди может быть молятся может быть думают о вечном давайте молча я пройду здесь вот эти же эти же самые ворота только с другой стороны